Здравствуйте, друзья! Продолжаю тему автоматизации подъемных ворот. Если помните, было в моем видео с воротами книжка, и там я описывал привода для систем, которые я называю бразильская система, и Арктика. Это ворота с вертикальной направляющей и верхним рычагом, или верхней направляющей, то есть любые варианты, где есть вертикальная направляющая. Взять привод от секционных ворот и тянуть за створку, как обычно это происходит, допустим, в Z-системе или в секционных воротах, здесь не получается, потому что они проходят только до половины. Здесь нужно тянуть либо вертикально, как в бразильских приводах, которые я покажу чуть позже, я их уже показывал, но еще раз покажу. А другой вид привода, это выпускает вот фирма КМ, есть еще другие фирмы, то есть суть, которая описывается в двух словах, они установлены вот здесь прямо на полотне ворот, то есть это для щитовых ворот. Вот они. Тут на сайте не очень информативные, конечно, надо сказать. Здесь просто какое-то рекламное, скажем так, описание, картинка вот одна единственная. Вот это, кстати, видите, тут два привода установлены, потому что ворота тяжелее, и из-за того, что это ворота модификации Арктика, то, что я называю, вот здесь стоят ролики, видите, и здесь очень большая нагрузка получается на двигатель для того, чтобы поднять их вверх. Поэтому поставили два привода. А вообще обычного здесь посередине ставят один. Вот как вот тут на картинке. Картинка, правда, плохого качества. Вот, при желании зайдете на этот сайт, посмотрите. Нас интересует в данном случае только название этого мотора. Вот есть две модификации, на 24 вольта, на 220. Комплектуется отдельно блок управления, там, комплектующие, крепления различные. И самое главное, вот эти телескопические тяги. Потому что, собственно, вот с ними надо было понять, как они устанавливаются. Цены, вы видите, тоже. Нашему заказчику обошлись, этот привод обошелся в 400 евро. Ну, наверное, где-то так, плюс-минус. Смотрите по поставщикам, что можно найти. Значит, в интернете была скачана инструкция по установке этих ворот. Вот их название. Можете их скачивать, смотреть, использовать. Ставили тоже мы их здесь по центру. У нас тоже был вариант варзийская система, то есть с рычагом, который идет на воротах. И вертикальная, соответственно, направляющая. Особенность этого мотора, этого привода, что вот тут идет вал, который вставляется в мотор. И идет его специальный штатный, называется, телескопический рычаг. То есть он крепится вот здесь вот, и кверху к потолку. Не к потолку, а к перемычке вот этих ворот. И вращение вот это передается от вала на вот этот рычаг, и они эти ворота начинают переворачиваться. Рычаг телескопический, потому что при движении ворот длина его изменяется. Вот это надо понять. Значит, вот тут есть подробная инструкция, как его там что ставить, габариты. Вот разные варианты, слева-справа. Прочтите, пожалуйста, это все будет понятно. То есть еще раз эти ворота можно ставить на вариант книжка, бразильская система и Арктика. В том числе и на Z-систему можно поставить. Единственное, надо учитывать, что сам привод тоже имеет вес. Он порядка 80 килограмм весит. То есть на противовес это она будет добавить. Или на пружины, если вы используете пружины, для уравновешения створки. Так, вот здесь указано, как ставятся рычаги, как они должны расположиться. То есть это все здесь описано. В принципе, ничего сложного. Главное быть внимательным, внимательно прочитать инструкцию. А сейчас покажу, как у моих заказчиков получилась автоматизация ворот. Как видите, вот включили привод. Ворота поднимаются. Скорость, конечно, не как на бразильских приводах, где идет винтовой привод. Но тоже не руками поднимаете. На приводе тоже автоматически идет, можно задать там положение закрывания. Он автоматически останавливается от препятствия, если упирается. Ну, то есть как на любом штатном приводе. Это удобно, это хорошо. Брянки входят в комплект. Так вот, закрывается. Привод тоже, то есть он служит как замком, он блокирует ворота. И при необходимости его можно разблокировать вручную и открывать ворота уже в ручном режиме. То есть никаких проблем с этим не возникает. Так что, пожалуйста, используйте наши наработки, потому что реально на просторах интернета мне пришлось порыться, чтобы найти достаточно видеоматериала по именно вот этому приводу. на понятном языке как бы вообще ничего нет. Поэтому будем рады. Используйте наши наработки. Будем рады помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и ждите новых видео. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok